МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда уходят дети? Почему в городе участились случаи пропажи подростков? В поле опасностей спортивная площадка на Сьюмбике-75 пришла в негодность. Статус депутата не помог. Роман Шапарев оштрафован за фанфурики. Место преступления Танека, служба безопасности предприятия, раскрыла кражу. Ларгус для животных ветеринарам подарили новые машины. Встретились на татаме в Нижнекамске били за кубок Татарстана. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсуа Арсланова. Здравствуйте. Пропал ребенок. Такие сообщения все чаще будоражат нижнекамцев. К экстренным поискам подключаются родственники, полиция, волонтеры. А через сутки выясняется, что все это время дети жили у друзей. И с интересом следили, как их разыскивает целый город. В причинах такого поведения разбиралась Наталья Лушникова. 13-летняя Полина 29 сентября ушла в школу и пропала. В тот же день после уроков не вернулась домой 14-летняя Вика. Телефоны у девочек отключены. Пропали дети, а значит медлить нельзя. По городу объявлен поиск. Родственники, полиция, волонтеры прочесывают лес, овраги весь день и всю ночь. Спустя сутки выясняется, все это время подростки были у друзей. И скорее всего видели в соцсетях, какой ажиотаж вызвало их исчезновение. План по привлечению внимания сработал. Они испытывают какой-то комфорт от того, что их на данный момент ищут. Ищут очень много людей. И потом они чувствуют свою значимость. Ребенок чувствует совершенно не участие родителей в своей жизни. И соответственно он тоже ищет это участие. Потому что если ему позволительно куда угодно ходить, где угодно находиться, и он понимает, что особо им это не дорожат, вот он как раз вызывает такие вот ситуации, выстраивает такие ситуации. Минута славы псевдопотеряшек крадет драгоценное время. И не только личные волонтеры идут на поиск в ущерб своим семьям. На розыск детей перебрасываются основные силы. Другие поиски временно приостанавливаются. Возможно, именно в этот момент кто-то не дождется помощи. Подростков находили гораздо быстрее, если бы родители хоть немного интересовались жизнью своих детей. Несколько дней назад искали двух девочек. И удивляет, настораживает то, что мамы, в первую очередь, да, мамы, они не знают ничего о своих детях. Не хотят идти на контакт. То есть скрывают. Боятся там ОВД, боятся там еще что-то. Мы от отряда след, да, собираем информацию не для того, чтобы там ее куда-то там выложить. Мы собираем для того, чтобы найти ребенка как можно быстрее. Ребенка нашли, он жив-здоров. Но проблема осталась. Родителям необходимо разобраться, почему это произошло. Поиск ошибок, начинайте с себя. Сложно? Обращайтесь к психологам. Специалисты работают в Центр Логос, Эйдос и детских поликлиниках. И на первый прием они советуют приходить без ребенка. Наталья Лушникова, Ракипов, Новости НТР. Поднять эту тему у нас попросили сами добровольцы, чтобы люди видели, на какие жертвы они идут, чтобы помочь другим. И может быть, если бы волонтеры выходные продолжали поиски Мамлита Шаехова, он был бы жив. Но вчера пропавшего мужчину нашли мертвым. Тело 66-летнего пенсионера обнаружил лесничий в поле недалеко от садового общества здоровья в Камских полянах. Сейчас устанавливается причина смерти. Мавлит Шаехов ушел из дома 8 сентября и пропал. У мужчины после инсульта были проблемы с памятью. Родные тут же начали поиски. Около месяца волонтеры и полицейские прочесывали местность Камских полян. Поступали сообщения, что его видели в деревне Старошишминский и Красный Яр. Добровольцы отправились туда, но тогда поиски успехов не принесли. Поль в том, что несколько десятков людей видели его в различных уголках деревни Красный Яр, Старошишминск. Видели, как он шел по обочине. И слишком поздно давали нам знать об этом. Штыри, порванная железная сетка и кромешная тьма. Так сейчас выглядит футбольное поле на Сюмбике 75. Люди опасаются за своих детей. Ведь уже не раз мяч улетал на проезжую часть. Ждать трагедии родители не хотят. Когда же спортивную площадку приведут в порядок, узнавала Лилия Егорова. Любимая игра футбол для этих ребят может обернуться большой бедой. Всему виной металлическая сетка. Много лет назад вдоль дороги ее установил кто-то из жителей дома Сюмбике 75. Сейчас за этой территорией никто не следит. Сетка порвалась уже много лет назад. Все, что от нее осталось, вот такие металлические штыри, на которых может наткнуться любой ребенок. По словам ребят, они неоднократно натыкались на железные прутья, получали травмы и ссадины. Когда иногда в футболе бывают борты, вот когда друзья нечаянно тебя толкнули, вот ты спотыкаешься в эти иголки, это очень больно и небезопасно. Я тут много спотыкалась и один раз позарапался. Торчащие железные прутья еще полбеды. Из-за дыр в заборе мяч постоянно вылетает на дорогу. Ребята, рискуя собственным здоровьем и жизнью, выбегают на проезжую часть. Мяч вылетел за сетку, покатился по дороге на другую сторону. Я побежал за ним, и тут резко машина выскакивает. Было такое, что и мяч лопнул. Под колесами автомобиля ребята потеряли уже три мяча. Но любовь к футболу сильнее страха. А с наступлением вечера футбольное поле, как и пешеходная дорожка, идущая вдоль дома Сюмбике 75, погружается во мрак. Фонари здесь не горят. Зимой дети вынуждены идти со школы в кромешной темноте. Темно, тут ни освещения, ничего нет. Тут темно. Как сообщили в организации инженерной сети, которая следит за освещением в городе, они обследуют эту территорию и возьмут на контроль. Что касается футбольного поля, в домоуправлении НК «Сфера» нас заверили. В ближайшее время здесь появится новая сетка. Также скосит заросшую траву. Илья Егорова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Мы напоминаем нижнекамцам, что заявку о том, что где-то в городе нет освещения, необходимо оставлять в службе претензий по номеру 072. Там жалобу возьмут на контроль. Сейчас в реестре 38 открытых заявок. Эту тему нас попросили освятить телезрители. Если у вас тоже есть важная и интересная информация, звоните, пишите 917-9373-077. Нижнекамский депутат, владелец крупнейшей сети розничных магазинов «Фактори» Роман Шапарев оштрафован за продажу фанфуриков. Наказание предпринимателю определил арбитражный суд республики. В деле фигурирует не один подобный случай. Подробности у Александра Комарова. Вы здесь спирт купили? Да. А, 150. Сколько он стоит? 65 рублей. Ценник не дали? Чек не дали? Почему? Суд о продаже спирта двойного назначения в обиходе фанфуриков состоялся 28 сентября. Но история началась в конце июня. Проводя плановую проверку, инспекторы госалкогольной инспекции встретили вот этого парня, выходящего из магазина. Свою покупку он прятать не стал. Продавщица в павильоне тоже не отпиралась и выставила последний флакон спирта на прилавок. Официальное название которого звучит устрашающе. Факт реализации антисептического раствора, концентрата коллоидного серебра, дезинфицирующего средства для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных под названием стопсет. В стеклянных флаконах емкостью 100 мл. По факту же это аналог обычного медицинского спирта, продавать который можно только в аптеках и по рецепту врача. Продавщице после продажи пришлось написать объяснительную, а вот административное дело было заведено на нижнекамского депутата Романа Шапарева, которому подконтрольны магазины розничной торговли. На индивидуального предпринимателя Шапарева по данному факту за реализацию медицинского спирта был наложен штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции. На данный момент сотрудниками Нижнекамской госалкогольной инспекции выявлено 13 фактов продажи спирта двойного назначения. Все материалы дошли до суда. Специалистами конфисковано 1468 литров спирта, а это 30% от всей изъятой нелегальной алкогольной продукции в городе. Торговая сеть «Фактория» не первый раз фигурирует в сводках арбитражного суда и не только из-за продажи спирта двойного назначения, а также за торговлю алкоголем вне установленного законом времени. Летом предприниматель пытался оспорить штраф в 25 тысяч рублей, но суд в удовлетворении иска отказал. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Пожар полностью уничтожил жилой дом в селе Нижняя Уратьма. Без личных вещей и кровы над головой остался отец и два сына-подростка. Кто помогает погорельцам, расскажет Светлана Шумкова. Соседи, школьники, родные. На беду откликнулось все село. Накануне помогали тушить, а теперь разбирают остатки сгоревшего дома. Без крыши над головой остался 43-летний мужчина и двое его сыновей. Пожар начался во втором часу дня. Двухэтажный большой красивый дом буквально за полчаса вспыхнул огнем. В этот момент все сельчане находились на празднике, посвященном Дню пожилых людей. Узнав о пожаре, люди быстро покинули клуб, где проходил концерт, и бросились тушить огонь. Но спасти дом не удалось. В этот момент хозяин находился на работе. Один сын был в школе, а другой во дворе. Люди кричали, мы выбежали. Все уже горело, когда уже народ ушел. Пожарный долго ехал. Все сгорело. Какая одежда сейчас нужна для ребят? Сейчас на зиму надо. Мальчики учатся один в седьмом классе, а другой в девятом. Ребята остались без одежды и других житейских принадлежностей. Сейчас они перебрались жить к матери. Родители в разводе. Их отец временно переехал к своим родным. Чтобы построить новый дом, нужны и деньги, и немало времени. Сельчане помогают кто чем может. Школа уже сегодня изъявила желание. И они уже какую-то часть суммы собрали. Будут одевать мальчиков. Потому что у них все сгорело. Сгорела одежда. Сгорели учебники. Все заново будут делать. И объявление вывесили. Будем всем миром, народом собирать, помогать этой семье. Дай бог. Ну и плюс по горельцам у нас в сельсовете предусмотрена какая-то часть. Думаем, в районе 50 тысяч рублей мы оказать помощь. Помочь этой семье можете и вы. Приносите вещи, постельное белье, иные бытовые предметы к нам в телекомпанию по адресу химиков 64а. Светлана Жемкова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Натанека предотвратили крупное преступление. Работники подрядной организации пытались похитить медный кабель на 400 тысяч рублей. Но служба безопасности всегда на чеку. 8 человек были пойманы на месте преступления. Эти фотографии сделаны сотрудниками службы безопасности Танека. Сразу после задержания воришек. Их взяли с поличным. Причем несколькими месяцами ранее работники этой же подрядной организации уже пытались совершить хищение. И тогда, и в этот раз планы злоумышленников были нарушены. У людей в группе было достаточно много. То есть у каждого были роли разделены уже. И каждый занимался своим делом. Денис Спилин – один из тех, кто был при задержании. По его словам, злоумышленники попались на видеокамеру, которую они даже не подозревали. Сами являлись профессиональными электриками. При себе у них находились инструменты для резки данного электрического кабеля, обрезки данного кабеля. Реакции у них, ну, они были напуганы нашим появлением. После задержания злоумышленники признались, что хотели похитить кабель в целях нажива на сумму более 400 тысяч рублей. Вообще же в этом году сотрудники службы безопасности Танека предотвратили хищение более чем на 3 миллиона рублей. На кражу идут работники подрядных организаций. Тащат все – задвижки, запорную арматуру, кабельную продукцию. В пользу случаях я хотел бы обратиться к лицам, которые, возможно, вынашивают идеи, ну, чем-то поживиться на Танека. Я убедительно рекомендую отказаться от этой идеи, не испытывать судьбу, не испытывать службу безопасности. Поверьте, последствия будут серьезные. Работники, которые будут уличены в краже, больше не будут допущены не только на Танека, но и на другие предприятия Татнефти. В более серьезных случаях будут привлечены сотрудники правоохранительных органов, а там уже и до уголовного дела недалеко. Лилия Горова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Разворот на химиков напротив 64-го дома откроют раньше намеченного срока. Участок закрыли из-за порыва трубопровода. Спецтехника на месте работает с самого утра. Специалисты прилагают все усилия, чтобы быстрее все завершить. Еще недавно на этом участке дороги работала совсем другая техника. Специалисты прочищали ливневки и обнаружили течь в трубопроводе. Чтобы ее устранить, сегодня пришлось перекрыть разворот на проспекте химиков. На этом участке трассы произошел прорыв старой трубы еще 70-х годов. Вот, в общем-то, к большому, великому, наверное, счастью, прорыв этот был найден очень быстро. И сейчас специалисты устраняют его. Порыв был в трубе холодного водоснабжения. После вскрытия асфальта к делу подключились сварщики, которые принялись устранять течь. К сожалению, вот такие вещи бывают на трубопроводах, поскольку они уже изношенные. Ну, постепенно водоканал меняет на более совершенственные. Но вот, к сожалению, те участки, которые еще остались, они вот имеют такое вот свойство. Изначально водоканал заявлял, что разворот в связи с ремонтом перекроют на два дня. Из-за чего многие опасались, что здесь будут образовываться заторы. Но пробок на этом участке нет. А сами работы специалисты планируют завершить раньше запланированного времени. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Скорая помощь для животных. Нижнекамские ветеринары получили три автомобиля «Лада Ларгус». Машины оснащены специальным оборудованием. Подарок вручил премьер-министр Татарстана Алексей Писошин в Казани. Два автомобиля будут использоваться сельскими ветеринарами, один – городскими. Новенькие, чистенькие, еще не поставленные на учет машины, пока ждут своего часа. Это самая настоящая скорая помощь, но для животных. Пусть не часто, но и ветеринарам приходится выезжать в экстренном порядке. Выезжает у нас, как скорая помощь, терапевт. Оказывает первую помощь животным, пострадавшим получается. Потом уже по мере возможностей, по мере надобности проводим ежедневные лечения. В основном работа заключается в проведении профилактики заболеваний. Врачи исследуют кровь животных и проводят вакцинации. Опасных заболеваний пока выявлено не было – ни бешенства, ни африканской чумы. Обслуживаем район, Лежикамский район полностью. Все 15 поселений, все частные подворья. Также дачные поселки, получается, у нас в Лежикамском городе. В этих автомобилях будут перевозить медицинские принадлежности и лекарства. Но есть у ветеринаров еще одна машина. Ее они получили весной. Это мини-операционная для мелких животных – кошек и собак. Маленький хирургический кабинет, передвижной. Операционный стол, лампа, умывальник, если в летних условиях работать, кондиционер, сплетистерный. Здесь операции проводим. Проводили уже, можно сказать, собакам-кошкам стерилизацию, кастрацией, раной зашиваем. Три машины «Лада Ларгус» нашим врачам вручил премьер-министр республики Алексей Писошин в Казани. Две будут использоваться сельскими ветеринарами, одна – городскими. Всего в честь 25-летия Главного управления ветеринарии республики районы получили 101 карету скорой помощи для животных. Светлана Шумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР. Как правильно совершить намаз, читать Коран, держать у разу? В соборной мечети Нижнекамска начались курсы по изучению основ ислама. Занятия проводятся как для женщин, так и для мужчин на двух языках. На первом занятии побывала наша съемочная группа. Нижнекамцы в почтенном возрасте вновь все лизапарты. Сегодня первое занятие по изучению основ Корана. Мусульманки учат арабские буквы и их произношение. Они пишутся необычным образом – справа налево. Багаж зана они получают и мужчины. Занятия проводятся в стенах Центральной соборной мечети. В этом году сюда, в первый класс, пришли около 40 человек. Основу ислама они изучают поединой для всей республики программе Дум-РТ. Каждым уроком мы больше познаем, потому что наши учителя очень грамотные, очень обученные. Каждый хочет познать веру, ислама. Если в прошлые годы обучение продлилось три года, то в этом году мы сократили обучение и оставили это на месяц. То есть каждый новый человек, желающий ознакомиться с религией, хочет научиться читать намаз, может прийти в мечеть и записаться на краткосрочные курсы, которые будут длиться в месяц. Женские вечерние курсы рассчитаны на три года. Уроки проводятся два раза в неделю. В этом году основы ислама изучают около 300 мусульманок. Для удобства горожан курсы проводятся и в вечернее время. Со следующей недели начнутся курсы по изучению татарского языка. Желающие также могут подойти в Центральную соборную мечеть. Гульяне Гматулина, Марсель Джураев, Новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Юбилейный кубок в Нижнеканске, как город принял республиканский турнир по Сетокан. Наши в сборной игрок нефтехимика вызвал национальную команду. Об этом не только сразу после рекламы. Мы могли бы долго рассказывать о своей истории. Как построили современный нефтеперерабатывающий завод. Как создали, пожалуй, лучшие дизельные топлива Танека. Исключительное по своему качеству и частоте, благодаря передовым технологиям производства. Но сейчас на разговоры нет времени. Ведь вы уже приехали, и мы не можем заставлять вас ждать. АЗС Татнефть. Просто вы здесь главный. Продолжаем одевать девушек и бабушек. Пальто, куртки, плащи, ветровки. Стильные и практичные. Адрес помним? Торговый центр «Березка». Первый этаж. Павильон 111. Доступные цены. Сезонные скидки. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккеисты «Нефтехимика» стартовали в очередной выездной серии. Сегодня, буквально в эти минуты, наша команда встречается с Ярославским локомотивом. По итогу новашней серии «Нефтехимик» одержал лишь одну победу. Поверженным остался Хабаровский Амур и потерпел три поражения от Акбарского и Нурестара и Владивостокского адмирала серии «Буллитов». Тем не менее, мы до сих пор восьмерке. У локомотива дела обстоят заметно лучше. Ярославцы сейчас на четвертой строчке турнира на таблице западной конференции. В текущей домашней серии «Железнодорожники» пока что одержали одну победу в трех матчах. Какой из команд, Детехимику или локомотиву, удастся поправить свою статистику в очном противостоянии, узнаем уже совсем скоро. Буквально через пару часов встреча стартовала в 7 вечера. Юбилейный и кубковый турнир прошел в Нижнекамске. На татаме спортивного комплекса «Ярыж» встретились сотни бойцов в стиле «Сетокан». Большая география, высочайшая конкуренция. Как все было и с какими успехами выступили нижнекамцы, узнаете из следующего материала. Открытый Кубок Татарстана по «Сетокан» – престижный республиканский турнир, который притворяет Кубок России. Престиж соревнований повышается с каждым годом. С количеством участников растет и конкуренция, но все же нашим спортсменам удается удерживать высокую планку. Все спортсмены, так же как и тренеры, хотят, чтобы их ребенок выиграл. Все хотят стать чемпионами, но по правилам соревнований выигрывают только сильнейшие. Сначала стартовали поединки самых юных участников соревнований. В рамках Кубка прошел детский турнир «Кто сильнее» для детей 6-7 лет. Возраст юный обили спортсмены-позрослым, за что и получили заслуженные награды. Всегда мы участвовали в категориях 6-6 лет, 7 лет, то есть как бы на категории были на 2-3 года всегда старше. Мы занимали всегда только первые и вторые места. И в прошлом году Маша у нас стала абсолютно чемпионкой республики Торстан. В этом году мы маленько приболели и заняли третье место, но все еще впереди. Нижнекамцы традиционно сильны в контактном бою. В Кота лидерство за собой прочно держали удмуртские спортсмены. Но и здесь без медалей наши бойцы не остались. Артур Метелев, Георгий Паньков и Ангелина Мишалкина в своих возрастных категориях удостоились бронзовых наград. Кумите. Вот тут нижнекамцы чувствовали себя как в своей тарелке. Уверенно по турнирной сетке шли бойцы во всех возрастных категориях. Ото всех заработали 22 медали в личном командном комитете и 5 наград золотого достоинства. Одну из медалей в очень непростом поединке завоевал Александр Меркурьев. Кубок завершен. Медали нашли своих обладателей. Теперь тренерам предстоит непростая задача – выбрать лучших из лучших, кто будет представлять Нижнекамск на Кубке России. Данное соревнование является этапом отбора на Кубок России. То есть призеры и победители этих соревнований будут проходить отбор на данное соревнование и будут уже смотреть, как кандидаты для поездки на Кубок России, который пройдет в городе Щелково. Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Наши в сборной нападающий футбольного нефтехимика вызван в состав сборной России по футболу. Им стал Дмитрий Каменщиков. Юношеская сборная нашей страны составлена из двух игроков не старше 20 лет. 8 октября вылетает в Испанию, где запланирована тренировочная работа и две товарищеские встречи со сборными Дании и Швеции. Учебный тренировочный сбор продлится до 16 октября. Дмитрий Каменщиков. Осбидник набережной Челлинского КамАЗа, после чего продолжил подготовку в Рубине, на которой провел два сезона. В 2017 году игрок нападения и перешел в стан Нижнекамского нефтехимика. Более 60 юных спортсменов из Нижнекамска и Камских полян приняли участие в открытом первенстве спортивного клуба нефтехимик по дзюдо. Традиционные соревнования прошли в спорткомплексе «Дружба». Дзюдоисты представляли спортклуб нефтехимик, школу «Динамо», спорткомплекс «Шинник» и спортшколу «Олимп». Мальчики меряли силы в 10 весовых категориях в двух возрастных группах. Львиная доля медали открытого первенства осталась в спортклубе нефтехимик. 12 из 17 воспитанников тренеров спортклубов «Аниса», «Хамедульна» и «Фаргат» Садыкова стали победителями-призерами турнира. В копилке нефтехимиков 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых медалей. Всех отличившихся наградили медалями, грамотами и денежными призами. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. 3 октября в Нижнекамске пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 10 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Дождливая погода сохранится до конца недели. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Все виды медицинских осмотров, консультация врачей и дерматовенеролога, терапевта, миколога, невролога и других. УЗИ-диагностика, лазерное удаление новообразований кожи. Наш адрес Шинников 43А. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А.